Привет, друзья! Это мне моя подруга там большая, она мне посоветовала не прячьте свой сократовский лоб, пускай... Привет, привет, привет! Я передаю привет, и всем привет, и я шутник большой, вы это знаете, и философ, между прочим. Конечно, не сократ. Ну вот, что я хочу сказать, друзья. Вот мне там иногда пишут, я просматриваю комменты, у меня был какой-то там, ну, видеоматериал был такой важный, который просмотрели там десятки, сотни тысяч людей, и там пишут некоторые люди, да вы сначала суть скажите, а потом уже расплывайтесь в своих философиях, разливайте воду, а то вы столько воды говорите, мы туда заходим посмотреть, взять конкретное, у нас же нет времени, пишут мне. Ну, некоторые люди, которые не в курсе дела, что это школа, человек будущего, хомо-футур, здесь и философия творца, здесь и рассуждения, здесь участвуют из многих стран мира люди, мы вместе создаем науку человечности. А вот хотят сразу, чтобы я гимнастику какую-то показал, ну, могу показать, вот для смеха ради, например, как рождаются идеи. Вот смотрите, это же непростая вещь, каждый раз что-то сказать, придумать что-то, понять что-то. Вот я сегодня вот подстригался, это я не для рекламы щетку показываю, не подумайте. Я взял вот так провел, а потом так провел, так провел, так провел, а потом еще так провел. И мне так легче стало. Слушайте, это же как массажист получился сам до себя. Смешно, да? Ну, а почему я до этого год назад не мог додуматься? Ну, ведь каждая мысль, каждая идея приходит человеку. Это я пример просто привел для юмора. Приходит человеку не сразу. Люди обычно мыслят шаблонами, а наша школа человек будущего, хомофутурус, для того, чтобы сократить кризисы и войны на планете, для того, чтобы показать, рассказать, как открывать в себе незаурядные способности, которые у каждого у нас есть, и которые заперты. А мы даем метод-ключ, с помощью которого можно открывать себе способности, открывать себе таланты, чтобы все были такие счастливые, здоровые, чтобы научились использовать стрессовое напряжение, как трамплин для своих новых достижений, а не поддаваться этому стрессу. Потому что стресс – это неуправляемый транс, а научим выходить из транса, чтобы сохранять ясность ума и уверенность в себе в любом деле. Поэтому те, кто хотят сразу, чтобы я за одну минуту дал контент, который можно взять сразу и использовать, послушайте, у нас это тоже есть. Смотрите ролики на YouTube-канале, подписывайтесь на YouTube-канал, смотрите, например, воскресный наш, который прошел, бесплатный ликбез. Мы же не за денег работаем, понимаете, в чем дело? Мы работаем, чтобы людям помочь в наше сложное, трудное время. Мы исполняем ту самую большую заповедь – помоги ближнему, люби ближнего. Люди с симпатией, сенситивные, они начинают находить друг друга. Мне очень много пишут очень хороших комментов. Это для меня прямо волшебное зеркало. Я открываю, когда компьютеры, там сплошные комменты такие. Какой вы молодец, какое хорошее дело делаете. И не только я это дело делаю, мы все вместе это делаем. Потому что мы все вместе создаем науку человечности. И вот вчера ночью я смотрел там в интернете, оказывается востребованность быть человеком. Она сейчас начинает все больше и больше будоражить мир. Да-да-да, быть человеком. Больше и больше всяких роликов появляется о человечности, что это важно, несмотря ни на что, несмотря на то, что нам нужны деньги, несмотря на то, что у нас кроме души, как говорится, есть и тело, которое нуждается в питании, в тепле, в крыше над головой, в свежем воздухе. Да, ну конечно, конечно. Так вот, друзья, у нас вот вебинар будет. Это вебинар будет скоро, я там напишу в прикрепленном контенте. Пожалуйста, этот вебинар, он стоит тысячу рублей. Он стоит тысячу рублей. И это тоже идет у нас для того, чтобы технически поддерживать школу. Я же не бизнесмен, я врач, психолог, философ, писатель и так далее, и так далее. Смотрите под роликами в описании под видео, чтобы понять, с кем вы разговариваете. Это я для новичка говорю, который случайно зашел и смотрит, что за юмористом, чего он там показывает, потому что некоторые люди не в курсе дела, куда они попали. И пишут, а что это у него картины там он все время показывает, что это у нас развлекает. Да не просто развлекаю, я демонстрирую, потому что верить можно только тем авторам, которые на своем личном примере показывают, как они используют свои методы в разных областях. Я, например, рисую, а он, видите, у меня там мыльные пузыри надувает. Вот, задумался, задумался. А видите, шарик там, ну, кто-то мне там пишет, а что это он все время лица рисует? Да нет, не все время. Я же рисую еще и разные картины. Вот видите, как из космоса рождаются цветы. Да, как из космоса рождаются. Хорошая картина, да. А там кто-то может написать, да что за мазня такая, слушайте, а вы возьмите кисточку, нарисуйте солнышко, и все поймете. Да. Каждый человек художник, каждый человек поэт. Поэт это человек, который общается с вечностью. И вот для чего нам нужно нулевое состояние, которое на вебинаре будет, чтобы мы его могли легко достигать. Я уже говорил немножко, и Шри Арубинду пытался учить своего друга по витру укоротить ментал, и не смог. Сам по витру об этом писал потом в книге. Так вот, об этом и Садхуру говорил, о том, что научиться выходить на это состояние безмятежного ума. И немногие там научились. Ну не можно, как говорится, ну правильно если сказать, невозможно. Всех сразу научить, потому что самое сложное, это то, что кому-то самоочевидно. Вот мне там написали, да это так легко выходить на ноль, а что тут такого, что вы там новое говорите. Да самое сложное, это то, что вам самоочевидно, дорогой друг, другому объяснить. Потому что другому это не самоочевидно. У другого может быть паника, у другого может быть зажим шеи, у другого может быть недосып. И он, когда пытается выйти на это нулевое состояние, у него сон наступает, а у другого слезы. Это не так просто, друзья. Это самое сложное. Объяснить, что так просто. Так просто. Мне Валентин Катаев, писатель великий, который писал в свое время «Белеет парус одинокий» и так далее. Ну посмотрите, Валентин Петрович Катаев. Он мне сказал. «Ты знаешь, говорит, я, говорит, только к своему возрасту, а ему там было уже там, ну, 80 было, я был у него в переделке, но в гостях. Ну да, вот он мне сказал, я только к своему возрасту этому понял, что писать надо просто. А ведь не просто. Эту всю жизнь надо пройти, чтобы научиться писать просто и чтобы объяснить людям просто. Это не так легко. И вот когда мне там выходят и говорят, да вы нам просто покажите быстренько, мы сейчас возьмем, это потребители, что ли, пользователи, что ли, не хотят понять, о чем речь идет. Да и эта школа человек будущего, Homo Futurus, которой всех пытается вывести на основе науки человечности, на основе метода ключ, который позволяет регулировать свое состояние и превращать наивысшую из энергии, энергию страха, стресса, в состояние творчества, в состояние восстановления. Так как же я могу вот так за минуту сказать контент, чтобы человек взял и начал применять? Да это же не гимнастика просто. Это просто не гимнастика. Это синхро-гимнастика. Это подбор действий синхронных вашему индивидуальному личному состоянию. Понимаете, друзья? Поэтому смотрите внимательно. А кто хочет сразу, так войдите на тинг-ток или как он, тик-ток или как он там называется, ну я шутник. Так что да, встречи. На гимнар приходите только те, которым это действительно нужно. Который потом мне бы не писал, я купил за тысячу рублей и там ничего нового нет. Да никому не покупайте, кто вас заставляет. Я для того, чтобы собирались, хорошие, нормальные люди, потому что мы как раз таки против всяких этих неизвестностей. Это окно в будущее. Против этих всяких неопределенностей, против всяких пандемий и так далее, которыми начинают уже людьми манипулировать, расчеловечивать. А мы как раз таки серьезным делом занимаемся, друзья. Так что не спешите с выводами. До встречи.